Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим на одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Укрепление здоровья детей и школьников – одна из приоритетных задач современных образовательных организаций. Питание детей во время пребывания в школе – необходимые условия поддержки здоровья обучающихся и способности их к успешному обучению. С 3 по 9 апреля в рамках недели здорового питания детей и школьников состоялся в Верхневилюйске форум «Сохраним свое здоровье». И сегодня у нас в гостях в студии участники форума. Это доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственно-агротехнологического университета Константин Максимович Степанов. Здравствуйте, Константин Максимович. Методист Центра отдыха и здоровья детей «Сосновый Бор» Надежда Николаевна Спиридонова. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы гостям в студии. Такие форумы проходят ежегодно. Каждый год такие форумы здорового питания школьников проходят ежегодно. Вот в чем особенность нынешнего форума и какие проблемы рассматривались в нем? Кто в нем принял участие? Вот в рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля у нас состоялся 6-й республиканский форум «Сохраним свое здоровье». Форум у нас проходит не ежегодно, через год. И он состоялся в Верхневилюйске, что было тоже нынче необычным. Раньше у нас проводился конкурс в городе Якутске. Организаторами форума являются Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», который является координатором методического сопровождения формирования культуры здорового питания школьников и дошкольников нашей республики, а также Общественная палата Республики Саха-Якутия, Якутское отделение общероссийской общественной организации, Российский союз нутрициологов, диатологов и специалистов пищевой индустрии, Ассоциация предпринимателей, сделанная в Якутии, и Администрация муниципального района Верхневилюйский Улус район. Форум у нас проходил на трех площадках. В селе Контик у нас прошел очно-заочный конкурс для поваров и кондитеров образовательных организаций Республики Саха-Якутия. И здесь у нас прошел конкурс «Инновационное блюдо или кулинарное изделие из натурального местного сырья в школьном и дошкольном меню». Повара школ и детских садов представили членам жюри свои инновационные блюда. Ну, по критериям еще скажет Константин Максимович. Ну и что такое инновационное блюдо, тоже поподробнее об этом. Так, и кто в нем принял участие в этом форуме? Продолжите, да? Ну, как говорили, у нас проходили в двух площадках работало, да, и было пленарное заседание. Ну, организаторы и модераторы этого форума «Сохраним свое здоровье», как вот Ульяна Михайловна Лебедева, она главный внештатный диетолог Минздрава Республики Саха-Якутия, и Иванова Яна Николаевна, тоже знаете, да, она руководитель центра «Сосновый бор» о здоровлении детей. И таким образом было и очно-заочное участие, поэтому охватить всю республику, и это впервые. Раньше мы пять раз проводили в городе Якутске, а вот в этом году организаторы решили, что будут проводить именно в Верхневилюйском улусе. Почему выбран Верхневилюйский улус? Почему не выбрали близлежащие улусы? В Верхневилюйский улус вот два года подряд они участвовали в лучшей столовой, именно они прошли муниципальные этапы, и они участвовали в всероссийском конкурсе. Они прошли финал. Первая школа, которая участвовала в 2021 году, это школа имени Варахова, Верхневилюйская школа, она прошла финал этого конкурса. Это большой конкурс, участвуют все российские школьные столовые. И в прошлом году, в 2022 году, Кентикская школа имени Джогана Стыровада, они прошли суперфинал. И они рассказывали, как это проходило. И вот именно конкурс инновационные блюда или кулинарные изделия из натурального местного сырья в школьном и дошкольном питании, она прошла на площадке вот школы, Кентикской среднеобразовательной школы, которая явилась лучшей столовой России, школьной столовой. Это была большая ответственность для них, и мы ожидали от них тоже. Ну, и честь большая. Да, и честь большая, но это ответственность соответственно. И все участники в этом году, раньше мы проводили это для медицинских работников и для поваров. Мы проводили просто конкурсы, да, вот кто лучше режет, кто лучше готовит, у кого вкусно, у кого все правила соблюдаются и как они ведут себя, да. Были, как обычно, номера какие-то, да, представляли себя. А в этом году они представляли именно одно блюдо, инновационное блюдо, и одно кулинарное изделие. В чем привлекательность, да? Ну, для меня, как председателя жюри, я ждал от этого конкурса очень многого. Ну, я ждал для себя, и для участников, и для кто были, ну, пришли заинтересоваться этим конкурсом, да. Обязательно они были, должны были использовать местные продукты. И таким образом они представляли очень много блюд, да, были, ну, некоторые все равно были, да, у которых было так, как ресторане украшено, да. Ну, они старались, но некоторые представили именно школьное или дошкольное стол, меню, да. И поэтому очень много было... Вот, как раз показывает. Да, очень много было блюд, которые они сделали с использованием наших дикорастущих ягод, да, использованием молочных продуктов. Видите, они каждый раз представляли нам в качестве мучного изделия якутские лепешки. Но, кроме этого, они должны были представить не только приготовить и красиво подать, да, они должны были представить и технологическую карту, как она готовится. Рецептура. Да, не только рецептура, пищевая ценность и то, что мы хотим минералы и витамины. Это все должно быть у них. И это было у них. И мы... Нам очень было сложно выбрать, да. Все равно у нас и были старые такие, чтобы у кого красиво выбрать, да. Но на самом деле в положении было указано, что это должно быть инновационное блюдо. Поэтому первое место заняла Балаганавская школа-сад. Ну, это агрошкола. Второе место детский сад Аленушка Верхневилюйского. И третье место школьное столовье Харинской СОЖ, да. Они что, они представили, и почему им это, да. Они представили, например, вот котлеты. Начинкой у них был брусничный соус. Было очень привлекательно для детей, когда вот режешь, идет сок такой, да, брусничный. Вот такие блюда и называются, да, инновационные? Да, инновационные. Это блюдо будущего, то, что мы хотим внедрить, да. И были еще приготовлены суп-пюре из потрохов, да. Были супы различные были представлены. И были еще представлены, ну, различные запеканки. Были как, ну, они были повара со стажем, да, многие уже давно. Ну, работают. Но, тем не менее, они стараются, чтобы... Они уже знают, да, что дети хотят. И как им преподнести, чтобы... Ну, вот балерина показывает. Да, вот это блинчики. Она вот таким образом украсила. Тогда дети с радостью будут кушать. А, вот в том-то и дело, да. Потому что многие же дети не едят, все оставляют. Поэтому это тоже было. Но кроме этого, на второй площадке, это Малаканская СОЖ, да, был организован очно-заочный конкурс для дошкольных и общеобразовательных организаций. Это наглядные информационно-обучающие материалы по здоровому питанию. И здоровье и сбережению дошкольников и школьников. Это были видеоролики, буклеты, плакаты, альбомы. Дети сами выступали, сами снимали ролики. И про здоровье. Это было очень увлекательно, но, тем не менее, это было очень полезно. Поэтому вот такие конкурсы, да, дают вот опыт, поиск новых решений, да. И тем самым еще доказывают, на что способны наши повара, да. И для красоты мы видели, да, чтобы дети ели эти полезные продукты. И чтобы у них было красиво, есть что-то показать. И тем самым еще нужно было, ну, сохранить культуру питания традиционное. Ну, а если обратиться тем, что как в пленарном заседании, и в пленарном заседании было организовано, было тоже включились очень большие ученые, которые занимаются, давно занимаются проблемой питания школьников, организации школьного питания, да. Поэтому было интересно слушать Иванову Валентину Николаевну. Она доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Федерального центра мониторинга питания обучающихся. Даже такой федеральный центр есть. Было выступление доктора технических наук научно-исследовательского института детского питания, да. Он рассказывал, как создаются детские продукты питания, да, но для массового, да. И еще выступила из Амурской государственной медакадемии доктор медицинских наук, профессор Елена Борисовна Романцова. Ну, и опытом и поделились с нами. Вот из Санкт-Петербурга управление социального питания правительства Санкт-Петербурга выступила, из Башкортостана, который очень хорошо организует... Они дистанционно принимали участие? Они дистанционно принимали участие. Онлайн. И еще из города Ульяновска, да. Это было тоже интересно. Это был директор агентства социального питания Ульяновской области. Вот Ульяновской области, Башкортостане, Санкт-Петербурге есть такие, да, структуры, именно занимающиеся социальным питанием. И поэтому было интересно, да, слушать и онлайн слушать. И, конечно, естественно, выступили и местные, мы выступили, выступили, которые работают, выступили и руководящие. Вот таким образом, да. Ну, есть, конечно, оригинальные особенности, да, вот, например, как вот в Башкортостане или у нас в Якутии. Ну, да, оригинальные особенности. Вот мы пришли к тому, что в этом форуме «Сохраним свое здоровье» было презентовано оригинальные стандарты питания дошкольников и школьников, да. Поэтому во всех регионах Российской Федерации вот есть приняты региональные стандарты, да, но в новом Санкт-Пине, новом редакции Санкт-Пина, которая принята, да, для общественного питания, там говорится, что с учётом национальных традиций, климатогеографических условий и, естественно, с учётом лечебного питания. Поэтому нам необходимо, чтобы было на столах у нас столовых, да, в школьных столовых традиционные блюда. Да. А вот это, как это сочетается с тем, что вот с госзакупками, как это с финансированием? Ну, это сложный вопрос. Это скорлый вопрос. Это очень много обсуждается, да, в этом форуме тоже много говорили об этом, да. Ну, ищут пути, но тем самым, ну, вот есть у нас школа агротехнологического направления, вот они и вот обеспечивают своих школьников вот своим картофелем, овощами, мясными продуктами, даже некоторыми яичными продуктами, да, но есть свои правила, поэтому вот даже ты получаешь яйца, ты должен в упакованном виде или простерилизованном виде его использовать. Поэтому, ну, и был обсуждён вопрос подготовки кадров, да? Можно я дополню, да? Как раз к этому у нас вот сейчас подготовлен проект распоряжения региональной модели здорового детского питания, именно пока в дошкольных образовательных организациях Республики Саха. И вот по линии вот нашей региональной модели вот все эти аспекты будут учтены и будет работа уже. Поэтому вот все равно вот для лучшей работы региональной модели все равно нужны кадры, да? Поэтому был затронут вопрос подготовки кадров, но я, как я говорил, все повара, они работают давно с опытом, но все равно ногу со временем, все нормативные документы меняются, все требования к питанию меняются, поэтому нужны повышения квалификации. Да, конечно. Но у нас повышением квалификации занимаются средние профессиональные образовательные и высшее образование, это Арктический государственный и вартехнологический университет готовить технологов общественного питания. Вот поэтому, ну, тут было собрано все, кто должен этим заниматься, да? Питанием, здоровым питанием, полезным питанием, но все равно вопрос стоит все, главный вопрос все равно к родителям, да? Да. Это... Вот надо среди родителей как раз вести вот такую воспитательную, просветительскую. Многие ли родители сами знают о здоровом питании? Ну, поэтому вот такой конкурс же был, второй конкурс наглядный, информационно-обучающие материалы. Ну, те, кто участвовал там, они же рассказывают своим коллегам, дети покажут, некоторые дети уже ролики по WhatsApp, там, скинули и показывают. Поэтому очень интересно, такие вроде как там собираются и кому надо, на темном умении, а от них уже идет вот профилактика, работа наглядная. У нас вот одна минута осталась до перерыва на рекламу. Вот про бесплатное и про льготное питание скажите несколько слов. Ну, питание у нас организуется бесплатное для обучающихся первых-четвертых классов, значит, а также для обучающихся пятых-одиннадцатых классов из малоимущих семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не проживают в организациях или же осуществляющих образовательную деятельность, а также обучение которых организовано на дому. И для детей, чьи родители сейчас участвуют у нас в специальной военной операции. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, а через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с нашими гостями. И переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня» в студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Тема сегодняшнего нашего разговора это форум «Сохраним свое здоровье», который с 3 по 9 апреля в рамках недели здорового питания детей и школьников прошел в Верхневилюйске. Сегодня у нас в гостях участники этого форума доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пищевых технологий, индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета Константин Максимович Степанов и методист Центра отдыха и оздоровления детей Сосновый Бор Надежда Николаевна Спиридонова. Телефоны прямого эфира 3200-66-321-66. Во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы. Вот по просветительской такой воспитательной работе среди родителей. Я скажу, что нам, как родителям, мы должны понимать, что вот ребенок пошел в детский сад, потом пошел в школу, он там получает питание. И это питание, оно должно, наоборот, дома дополняться, а не заменять рацион детского сада и школы. Просто нехватающие микроэлементы, вещества, которые он недополучил, может быть, просто дополнить дом. А многие родители понимают о том, что такое сбалансированное, правильное питание. Вот для маленьких детей, для школьников, для подростков. Да. Такая просветительская работа проводится среди родителей? Да, 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 да. Это должно проводиться у нас, да. И проводят, ну, скажем, что наши образовательные организации стараются проводить вот в этом плане работу. А этот конкурс, который прошел, вот очно-заочный конкурс наглядных пособий, да. Здесь мы видим творческое начало и педагогов, и воспитателей, да. Они презентовали свои проекты. Здесь жюри рассмотрело вот 32 работы. И дополню, что первое место у нас заняла Тамалаканская среднеобщепрозавательная школа. Второе место у нас заняли Первая Конголазская среднеобщепрозавательная школа имени Кочнева. И третье место у нас занял детский сад номер 4 Ромашка города Покровска Конголазского района. Вот. Города Японска нет нигде. Как бы странно. И вот всем победителям наших конкурсов были вручены ценные призы, да. И, конечно же, вот в рамках форума вот наши гигиенисты встретились, да. Гигиенисты общепрозавательных, вот, школьных организаций. И, естественно, произошел большой обмен опытом. Когда вместе, конечно же, лучше, да. Вот кинетическая школа считается вот в результате вот этого конкурса считается, как бы выиграла конкурс, она стала лучшей, да, школой в стране. Это значит, что у нас Верхневилюйский улус вообще лидер. Ну да, это в большом конкурсе, да, всероссийский конкурс «Лучшая столовая-2022». Они прошли суперпенал, да. Они стали лауреатами, и они представили проект «Алая вода». Ну, их, вот, кинетическая школа, они, вот, как жюри, да, всё, и участники, они сказали, как эта снежная школа, да. Они, вот, выбрали такое, чтобы... Ну, надо выбрать в каждом конкурсе свои изюминки, да. Вот национальные блюда, над тем, тем они представили «Талую воду», да, которую мы используем. И этим и уже показывается вся шедрость нашей души, в каких условиях мы живём тоже пока, и в таких условиях, как надо кормить, как надо питаться. Поэтому это были большой такой ответственный конкурс, да, к которому он целый год готовится. Но, в самом деле, этот конкурс проводится муниципальный этап на базе соснового убора, да, центра, а потом уже выбирают лучших и готовят. Ну, а раньше ещё участвовала Шиганская среднеобразовательная школа, тоже в этом конкурсе участвовала. Она вот из севера, да, с северного луса, она участвовала в этом конкурсе. Поэтому вот потихоньку наши школы тоже набирают. Ну, вот то, что проводили семинар для гигиенистов, который собрало более 70 слушателей, это тоже была большая аудитория, для них выступали гигиенисты, да, и диетологи. И поэтому, когда шёл конкурс, параллельно шёл этот семинар. Это была очень насыщенная программа, очень полезная программа, и для просветительской работы это очень нужная программа. А вот гигиенисты с диетологами, о чём они могут договориться? У гигиенистов какие задачи? Нет, они ставят задачи, например, они не только проверяющие, они не только, которые, да, всё время ругают, и это на самом деле они объясняют, как надо делать, объясняют, какие, и они ознакомливают, какие новые нормативные документы есть, и диетологи уже говорят, какие нормы физиологические есть, какие нормы надо придерживаться, и для, самое проблемное для наших школ, это разработка меню, 20-дневного меню, которые уже есть, примерно 20-дневное меню, да, которые должны руководствоваться, и она должна помочь, да, делать эти меню, и составить меню для того, чтобы выросли наши дети здоровыми, со здоровыми, у них сформировались здоровые привычки, здорового, правильного питания, вот, а вот кинетическая школа, вот она лучшая в стране, вот будет её опыт масштабироваться в районах по республике? Вот, это вы правильно заметили, из-за этого же они вот организовали, они ещё презентовали школьный обед, они презентовали школьный обед, они готовили, они всё рассчитали, показали, и презентовать это не только показать, да, они показали, какой вот состав этого, да, рецептуру, они высчитали калорийность, и что там, и там одновременно уже школьники старших классов, они уже там кушали, ну, было смотреть приятно, да, они все в формах, и вот они все, вот с удовольствием я подходил там и спрашивал, они все были довольны, ну, обычно дети-то, если недовольны, они уже вот сказываются, да, поэтому они всё съели, всё, главное, чтобы всё было съедено. Ну, а какое вот, например, вот какое меню, вот, например, можно рассказать о каком меню? Ну, они вот презентовали, да, они всё равно овощной суп приготовили, да, на второе у них была котлета из оленины, да, и у них была лепёшка, ну, на выбор лепёшка, или на выбор печёные пирожки, и напитки, да, и салат был овощной, да, и вот то, что я попросил у них, да, у них был томатный соус, я сказал, приготовьте морковный соус, это будет интересно. Да, они сначала это, но они уже привыкшие, и они профессионалы, и они сразу сделали очень вкусный морковный соус. Ну, что хочется отметить, хочется отметить, что на напитке, да, было очень много напиток на конкурсе, они представили... Из местных ягод. Из местных ягод. Было много напитков из шиповника, зная, что шиповник содержит больше плодах, ну, не только плодах, а листьях больше, аскорбиновой кислоты, да, и они ещё представили морсы из красной смородины, а мы знаем, что как она полезна при сезонных заболеваниях, да, и ещё, ну, естественно, из брусники, да. Они вот знают, что из брусники много готовим, поэтому минимально было там. Они все хотели... Смесь ягод, да, голубику, чёрную смородину и красную смородину. И уже рассказывали все правильно, как сохранить витамины, как хранить эти ягоды и как правильно приготовить. И так снова, да. Ну, с другой стороны, вот это же ещё связано и как бы с оплатой, да, родители вот платят за питание детей. Нет, это вот тоже вот... Вопрос. Ну, да, вопрос. Но осенью, вот, когда в сезон ягод, они сами собирают, школьники, да, до школьных образовательных учреждениях там родителей приносят, да, зная, что это... Будет это пить целый год, да. И это, чтобы это тоже было, как бы, да, приучить их. Это главная сельда наша. Ну, так-то понятно, а с другой стороны, вот, например, мясо из оленины, да, овощи, всё это недёшево. Да, но всё равно они пытаются разнообразить меню, потому что меню должно быть разнообразное, да, тогда только будет же эффективное. Но, ну, очень много всё равно говорят, что всё равно школьное питание не очень хорошее, да, много остаётся неседенного. Да, 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 вот это дело. Поэтому вот разнообразить его, как мы хотим, вы знаете, да, наши условия, транспортные условия эти. При этом вот агрошколы или школы, которые занимаются пришкольным участком, они же занимаются, ну, пытаются обеспечить. Поэтому это директора работают, не только заведующие технологии этих школ и столовых, да, они весь коллектив стараются кормить. Это уже радует. Да, конечно, это очень хорошо. Ищут пути, которые... Ну, вот как раз у меня такой вопрос, обеспечивается ли в республике здоровое и сбалансированное питание школьников и детей, школьных и дошкольных учреждениях. Пока это всё-таки проблема, да? Ну, это да, это много задают нам, да, но что говорить это? Здоровое питание для меня, кажется, это как бы тренд или что-то, фленг, да? На самом деле питание должно быть разнообразным, рациональным. Вот тогда уже считается, что это здоровое питание. Но многие думают, что здоровое питание, это говорят же ПП, правильное питание. Они думают, что это диета. Диета, а на самом деле, это только для больных людей, да? Диета, то, что создаётся, то, что говорят. Различные диеты, это уже какие-то другие, да? Поэтому вот проблема здорового питания. Почему возникла проблема здорового питания-то? Почему? Раньше мы не говорили про здорового питания. Ну, раньше, потому что, как бы, люди не богато жили и проблемы были. Ну, нет. Сейчас наступил век быстрой еды. Всё равно, да? Да. Хотя мы ничего не делаем, сидим физически, ничего. Мало двигаемся. Абсолютно мало двигаемся. Но у нас нет времени. Почему? Спрашиваю всех. Да, на работе перекусываем мы, действительно. Вечером с работы приходим домой, наедаемся. Потому что очень много информации у нас, да, в социальных сетях сидят. Информации очень много, и это занимает очень много времени. Поэтому абсолютно некоторая молодёжь уже перешла на заказную пищу. Да. Вот как раз вот эти вопросы были и обсуждены на нашем форуме именно по заболеваниям алиментарного характера. Вот алиментарный характер – это у нас заболевания, которые вызваны дефицитом или избытком потребляемых пищевых веществ. Вот и об этом говорили гигиенисты и диатологи. А какие это заболевания? Вот, например, ожирение, да, тот же гипервитаминоз или же наоборот. Также, ну, вот недостаточное питание тоже, да? Те болезни, которые связаны недостаточными и связаны с питанием. Поэтому ей говорят алиментарно зависимые заболевания. А насколько вот у нас распространены вот эти болезни среди детей? Ну, это могут говорить врачи. Сатистика. Ну, в последнее время даже визуально видно, что, да, много людей, страдающих ожирением или какими-нибудь заболеваниями. Сахарным диабетом. Сахарный диабет тоже. Ну, все болезни, которые связаны не только неправильным питанием, но и недостаточным питанием, и питанием несбалансированным. Да, и с образом жизни же, да? Это вот надо много пить, например, чистой воды. Многие ли мы пьем сейчас вот чистой воды? Сколько нужно в день выпивать? Полтора, два литра, кто-то три даже литра говорит, надо выпивать чистой воды. Да, ну, есть у каждого человека должна быть своя норма. На вес тела умножить, надо умножить на 30 миллилитров. Вот норма, ну, это норма, которую вы должны выпивать, да, за день. Это норма воды. Если вы мало пьете, значит, вы себя обманываете. Если вы много пьете, очень много, это уже должно быть нарушение какое-то. Но все зависит от образа жизни человека. Если человек усиленно занимается тренировкой, фитнесой, естественно, он будет много воды употреблять, да? Если человек целый день сидит, лежит, тогда ему норма только надо. Ну, сейчас говорят, что сколько человек расходует, столько и калорий должен употреблять. Да. Поэтому вопросы питания всегда стоят. Было очень много обсуждений, много вот это для чего. Вот организуются вот такие форумы, семинары, конкурсы. Они для того, чтобы люди задумались. И люди, которые этим занимаются, они услышали новые, новые опыты. И люди, как работают. Не только у нас, в Якутии, да, но и за пределы, которые участвовали у нас.